Добрый день! Вы смотрите новости о главных событиях Алтайского края. Расскажу вам я, Кирилл Гусев. Готовность усть-пристаньских дорожников к осадкам проверил Алтай-Автодор. Этот район один из тех, где в начале марта были наиболее неблагоприятные погодные условия. Сколько единиц техники находится на дежурстве, узнаете в выпуске. Ученики Барнольской гимназии номер 131 своими руками создают костюмы различных народов мира и выставляют их на показ. Музею истории русской и европейской культуры и быта исполнилось 20 лет. С экспозицией познакомилась наша съемочная группа. Первый в истории краевой конкурс школьного шельфповара прошел в Барнауле на базе Алтайской академии гостеприимства. Лучшие представители профессии со всего края продемонстрировали свои умения. Неское похолодание и сильный ветер со снегом ожидаются в Алтайском крае в ближайшие дни. Ночью температура воздуха местами опустится до минус 25 градусов. По данным синоптиков, в ближайшие двое суток районы края попадут под влияние атмосферных фронтов западного циклона. В регион придет переменчивая погода, возможно усиление ветра. В отдельных районах ожидается мокрый снег, гололедица и метели. Существенное похолодание в крае наступит 12 марта. В дневные часы столбики термометров покажут минус 5, минус 10 градусов. К ночи 13 марта температура опустится до минус 13, минус 18 градусов, а местами до минус 25. Готовность успристанских дорожников к осадкам проверил Алтайавтодор. В этот район один из тех, где в начале марта были наиболее неблагоприятные погодные условия. Снегопады, резкие порывы ветра, отсутствие видимости, из-за чего приходилось перекрывать трассы. Дорожники не только устраняли последствия снегопада на тяжелой технике. Они сопровождали скорой и помогали тем, кто попал в снежный плен. На тяжелой технике устраняли последствия снегопада. Работа была организована круглые сутки. Мы даже еще и 8 марта техника еще работала. Особенно в этом районе, где мы сейчас находимся, они работали вплоть до 8 марта. Потому что некоторые населенные пункты не были обеспечены движением. С 1 по 8 марта во всем регионе задействовали около 500 единиц техники за сутки. Более 4000 тонн противогололедного материала. И техника все еще на дорогах. Южная ДСУ готовится к надвигающемуся циклону. У нас три дороги было по Южному ДСУ перекрыто. Лесь Червижская, Лесь Петропавловска-Смоленская и Поспелиха-Курья-Драдьякова. Они отрабатывали, открыли в короткие сроки движения, восстановили. На данный момент занимаемся уширением, расчисткой, подготовкой, можно сказать, к следующей стихии и к весне, к поводку. А вот в Барнауле продолжают текущий ремонт дорог. В этом году начали с проблемного участка на Павловском тракте. Всего план-график включает в себя 26 объектов. В 2021 году дорожная служба отремонтирует порядка 180 квадратных метров дорог на сумму около 550 тысяч рублей. В первую очередь дорожники ремонтируют наиболее важные участки дорожно-транспортной сети на Зминогорском и Павловском трактах, на улице Власихинской, Северо-Западной и проспекте строителей. Технология позволяет производить ремонт покрытия холодным асфальтом при низких температурах. В отличие от традиционного горячего асфальта, этот материал содержит эластичные битумы, вязкость которых повышается при понижении температуры окружающей среды. Фонду развития Алтайского края предоставили целевую субсидию из федерального и краевого бюджетов в объеме 252,5 миллиона рублей. Средства предназначены для поддержки промышленных предприятий в форме льготных займов на реализацию инвестиционных проектов. За счет индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края финансируется программа фонда «Патриот». Она предусматривает займы от 5 до 65 миллионов рублей под 1% годовых сроком на 5 лет. Средства можно направить на приобретение техники и оборудования, сообщает Министерство экономического развития Алтайского края. Каждый год в начале весны вопрос о чистой воде в кранах жителей краевой столицы становится актуальным. Из-за таяния снега качество воды ухудшается. Барнольский водоканал круглосуточно ведет работы по очистке жидкости. Весной нагрузка на чистые сооружения возрастает. Специалисты водоканала используют флакулянты, которые собирают на себя все вредные примеси. Сейчас все находится в норме и вода в наших кранах чиста. Мы не допускаем, чтобы здесь у нас вода не была бы нестандартной. То есть у нас вся вода контролируется согласно Санпина чистой воды 2.14-10.74. То есть это наш основной документ, по которому мы работаем и отпускаем всю нашу питьевую воду. Ученики Барнаульской гимназии номер 131 своими руками создают костюмы различных народов мира и выставляют их на показ. Музею истории русской, европейской культуры и быта исполнилось 20 лет. Как создаются уникальные экспонаты, расскажет Юлия Шеламова. Ученики Барнаульской гимназии номер 131 не только получают теоретические знания о костюмах и традициях различных народов, но и закрепляют их на практике. Музеи истории русской, европейской культуры и быта хранятся больше двух тысяч экспонатов. Большинство из них школьники сделали своими руками. Идея создания этого музея не случайна, так как школа углубленно изучает иностранные языки, английский и французский. И мы стали углубленно изучать историю костюма стран Англии, Франции, ну и России. В гимназии есть традиция проводить посвящение в первоклассники. Для новых учеников проводят экскурсии и знакомят с экспонатами. Многие из них остаются в кружке школа музееведения. Существует два музея. Первый музей это 372-й новгородской красно-знаменной стрелковой дивизии, который появился в нашей гимназии в 78-м году. Второй музей это музей истории русской и европейской культуры и быта, который зародился в нашей гимназии в 2001 году. Школа музееведения участвует в подготовке всех праздников гимназии. Сейчас ученики делают к масленице куклы из шерстяных желтых ниток и красной ткани. Наступает весна. Весна это красота, это солнце, возможно даже и жара. И вот эти два цвета ассоциируют весну. В занятиях школьники изучают историю костюма. Полученные знания они воплощают в уменьшенных копиях для кукол. А затем шьют их в натуральную величину, используя выкрики из книги начала 20-го века. Эту куклу делала в четвертом классе. Это моя авторская кукла. И она изготовлена полностью вручную. На уроках ученицы занимаются декоративно-прикладным творчеством. Они вяжут, вышивают, плетут и изучают качество. Дополнением к русским народным костюмам девочки изготавливают русские народные украшения герданы. В течение трех месяцев изготавливала. Кроме того, кружковцы с руководителем выезжают в экспедиции. Они посещают деревни края, где знакомятся с народными промыслами и получают в дар от местных жителей ценные экспонаты. Мы провели пять экспедиций и за это время мы собрали около 700 экспонатов. И самые ценные экспонаты это, конечно, рушники, которым за 150 лет. Музей гимназии принимает участие в праздновании Дня города и Музейной ночи. Он отмечен высокими наградами. Его коллектив становился победителем конкурса всех уровней, от краевых до международных. Юлия Шламова, Алексей Шаульский, новости. Первый в истории краевой конкурс в школе шеф-повар провели в Барнауле на базе Алтайской академии гостеприимства. Лучшие представители профессии со всего края продемонстрировали свои умения. В чем особенности школьного меню и какими навыками должен обладать шеф-столовой, узнал мой коллега Глеб Полянский. На столе настоящее изобилие, но это не свадьба и не юбилей, а финал краевого конкурса «Школьный шеф-повар». На суд строгого жюри конкурсанты представили свои кулинарные шедевры. Набор продуктов стандартный – мясо, картофель, зеленый горошек и другие овощи. Но из этих привычных ингредиентов настоящий мастер способен приготовить полноценный обед. Жюри оценивает не только вкус блюд, но и смотрит на соблюдение многих других обязательных требований. На соблюдение санитарных норм, применение технологий кулинарного производства, на их соответствие, на рациональность использования продуктов, соответственно, органолептические показатели качества продуктов, вкус, запах, консистенция, температура подачи. В окружном этапе конкурса профессионального мастерства приняли участие 17 поваров из 12 городов и районов края. Финалистами стали пятеро. Среди призеров Валентин Березовский. Готовить любил с детства. В профессии уже 12 лет. Семь из них отдал работе в школьной столовой. Приходишь с радостью, чтобы это было желание работать. Я не просто так пришел и нарубал, скитал и все. Нет. Надо, чтобы радость была у тебя, чтобы ты с удовольствием работал. Для детей готовишь как-то, чтобы вкуснее все было. В минувшем году в Алтайском крае отремонтировали 256 школьных столовых. Еще в 450 обновили оборудование. Это печи, профессиональные духовые шкафы, холодильники и все, что необходимо для приготовления пищи в современных условиях. В Академии гостеприимства этому очень рады, ведь ее студенты регулярно проходят практику именно в школьных столовых. Уже 7 тысяч единиц различного оборудования было доставлено в школьные столовые. То есть это новое абсолютное оборудование. И на 2021 год многие столовые тоже получат еще новое, абсолютно новое оборудование. В этом году на продолжение модернизации школьных столовых выделено 100 миллионов рублей. Напомню, с сентября 2020-го всех учащихся начальных классов российских школ обеспечивают бесплатным горячим питанием. В Алтайском крае его получают 120 тысяч школьников. Глеб Полянский, Денис Кузьменко, новости. Вчера на сцене Российского академического молодежного театра в Москве состоялся показ мюзикла «Капитанская дочка». Напомню, Алтайский музыкальный театр впервые стал номинантом российской национальной театральной премии «Золотая маска». Зрители фестиваля поделились своими впечатлениями. Мне кажется, очень смело, очень раскрепощенно, прекрасные классы. Мюзикл «Капитанская дочка» отмечен сразу в 10 номинациях. А перед это мюзикл, спектакль, работа дирижера, режиссера, женская, мужская роль, лучшая роль второго плана, работа композитора, художника и художника по костюмам. Результаты фестиваля станут известны в апреле. На этом все. До встречи в эфирах.